Механика связанных систем, ревизия. Анализ причин и кризисов в теоретической физике, развития науки. Натурфилософия – самый длительный и продуктивный этап развития естествознания. Определял явление как следствие из-за имосвязанной цепочки причин. Ставил цель добиться ясного понимания, что есть что в этой цепочке. Получение ответа на вопрос «почему так?». Идея дает ответ на этот вопрос, потому что и задает вопрос «как воспроизвести, повторить явление?». Ответы на эти вопросы есть знания. Знание конкретного явления, выраженное словами, является научным. И есть наука по Платону. Воплощение идеи, ответ на вопрос «как?» и проверка идеи на практике есть прикладная наука. Ключевым моментом является цепочка взаимосвязей. Связь в цепочке обеспечивает среда. Система научных знаний натурфилософии заключалась в идее Аристотеля, что природа не терпит пустоты, и пространство заполнено материей, эфиром, светом, теплородом и прочее. Материя, тело и пространство образуют связанную систему. При движении тела происходит взаимодействие его материи с материей пространства, сопровождающая деформациями материи внутри системы. Натурфилософы – люди, стремящиеся познать мудрость природы, докопаться до глубин по цепочке явления, знания, воплощения. Поэтому были движущей силой создания действующих механизмов, машин, технологий. Натурфилософы занимались наукой по зову сердца. Были самонацеленными, свободными, самодостаточными. И работали в одиночку. Физика. Существовал другой тип людей. Круг интересов изучения явлений природы, у которых был абстрактным. Явления они рассматривали с позиции демокрита. Это, что существуют только атомы, которые носятся в пустоте, сами по себе могут производить возникновение вещей, расторгаясь гибель. Тела являются самостоятельными и независимыми, а явления взаимодействия – это процессы бессвязи между ними. Круг интересов этих исследований ограничивался наблюдениями, математическим описанием и составлением абстрактных моделей явлений. К 17 веку у хозяев капитала остров стал вопрос интенсификации, обогащения за счет эксплуатации научно-прикладных знаний, а также создания системы образования и подготовки кадров. Эксплуатация подразумевает власть. Капиталисты поставили задачу подчинить себе труд ученых, лишить их свободы и самодостаточности. Эту задачу за деньги капитала взялись решить представители абстрактно-математической университетской школы, возглавившие бизнес-проект развития университетского технического образования и науки, запущенный в 17 веке под названием «Научная революция». Их основная работа заключалась в насаждении упрощенных знаний под видом новой науки с названием «Физика». К концу 19-го, начало 20-го веков преподавание проводилось по учебникам классической механики, новой физики. С 1850-го года предмет физика заменил натурфилософию. Физическая наука сменила парадигму на представление демокрита в обязательном порядке, устранила все элементы системного подхода, учитывающие влияние среды, заполняющей пространство вокруг тел. Эфир, теплород, любая среда вокруг атомов была объявлена вне закона. После продолжительной работы на принципе «разделяя властвуй» была выстроена современная академическая и образовательная система с настройкой управления, ограничения и контроля над трудом ученых в интересах капитала. «Победа оказалась первой. Физика столкнулась с неразрешимыми проблемами и противоречиями. Этот кризис продолжается до настоящего времени». Цитата. Теоретики презирали неразумность экспериментаторов. Экспериментаторы смеялись над непрактичностью теоретиков. Вся классическая гидродинамика, математически строгое продолжение теоретической механики, которая оказалась ценным во многих отношениях, но тем не менее бесполезным в решении того, что было тогда и остается сейчас, главной задачей инженера гидравлика – сопротивление жидкости. Причины и пути выхода из кризиса. Кризис кроется в подходах к явлению взаимодействия, используемых при этом основных понятий, главенствующей наукой. В физике при взаимодействии тел считается, что если есть сила, есть изменение количества движения. Нет силы – нет изменения количества движения. Это состояние равновесия или инерции. Все тела являются внешними относительно друг к другу и характеризуются изменением их точек центра масс между собой. В натурфилософии для процессов взаимодействия тел была разработана механика связанных систем. при взаимодействии изменения энергии внешнего тела обуславливает изменение энергии внутри тела. Эти изменения сопровождаются появлением активной силы, результирующей. – это два одновременно парных процесса, направленных на достижение равновесия, которое реализуется через их противоположность. всякая система стремится к равновесию энергии, то есть к состоянию покоя, которое исключает изменение энергии. Отсутствие изменения энергии – есть отсутствие активных сил, результирующих. Существует два типа реализации равновесия. Первый тип – сил сжатия. Когда равновесие достигается со сближением движущихся тел в точку, навстречу друг другу, силы сходятся, кинетическая энергия их переходит в потенциальную. Это первый тип. Второй тип – через силы растяжения, когда равновесие энергии идет за счет разбегания. Кинетический тип. Выделяется кинетическая энергия, силы расходятся от точки приложения в противоположные стороны. При этом взаимодействии выделяется кинетическая энергия. Такой процесс сопровождается дополнительным движением системы. Если в одном направлении происходит сжатие, то в другом – растяжение. И наоборот. Соответствующим образом происходит изменение энергии. Такие парные изменения энергии в виде увеличения и падения пульсации за определенный промежуток времени обеспечивают поддержание постоянной энергии в связанной системе, которую я бы назвал колебательным равновесием. Внешняя энергия может поступать в систему только порциями, определяемыми пропускной способностью поглощения системы и возвращения ее в систему пульсациями, циклическими. Физика процессов запустимых перемещений. Физические изменения энергии постоянными порциями при определенные промежутки времени означают, что средняя энергия системы за конечный промежуток будет оставаться постоянной. Подобного рода процессы называются колебательными или волновыми. Физические процессы, обеспечивающие равновесие упругой энергии внутри системы из простых механизмов, математически не влияют на энергетические балансы системы и были выведены из-за осмотрения как несущественные. Еще дала Мвера. Физика процессов допустимых перемещений. Рассмотрим колебательный процесс на примере системы с потенциальным барьером. Для перевода тела из одного состояния в другое сначала необходимо совершить работу внешних сил, чтобы увеличить потенциальную энергию тела. Преодолеть потенциальный барьер, нарушив равновесие системы, вызвав возмущение. Это пример обыкновенного кантования ящика. Вот ящик лежит. Для того, чтобы вызвать его из равновесия, мы его приподнимаем, повышая этот центр тяжести. Тяжести, когда он до диагонали доходит, это допустимое перемещение, когда еще равновесие сохраняется. Потом, когда он превысит эту величину, тело начинает падать. При этом энергия, ну, она падает само по себе, за свой счет. После чего тело само приходит в движение за счет преобразования потенциальной энергии, выделившейся при нарушении обновесия в кинетическую, стремясь к положению с наименьшей потенциальной энергией. Как ответная реакция на возмущение, тело стремится восстановить равновесие. Происходит преобразование энергии одного вида в другой или колебание энергии во времени. Рассмотренный пример наглядно показывает, что в основе физики допустимых перемещений лежат процессы с потенциальным гардиером, а движущей силой является правило, что всякая система стремится перейти в состояние соответствующего минимуму ее потенциальной энергии. Между взаимодействующими телами сохраняется равновесие, поддерживаемое элементарной работой сил связи. Эта работа для системы есть величина постоянная и незначительная, поэтому ее можно исключить или учитывать в виде поправочного коэффициента. Последствия системы с такими свойствами стали называть консервативными. Пренебрежение процесса колебаниями энергии внутри системы привело механику к затянувшимся до сих пор кризису. Для решения проблемы результативного взаимодействия двух тел, сопровождающегося движению в одном направлении, чтобы потерять противоречащую третьему закону Ньютона силу, стали вводить дополнительные силы, силу связкости, силу зрения, трения скольжения, силу зрения качения и другие математически устраняющие проблемы. Процесс циклического изменения энергии представлен на слайде. При взаимодействии с ухругим телом кинетическая энергия силы, ускорение исчезает, совершая работу ухругих сил. Эта работа идет на запасание потенциальной энергии, потенциальная энергия увеличивается. Прискажение системы. Полная энергия системы остается постоянной. При уменьшении кинетической энергии потенциальная энергия увеличивается, и затем процесс происходит в обратном порядке. Как внутренние процессы влияют на совместное движение системы поясним на примере подвижной цистерны с жидкостью. При движении с постоянной скоростью свободная поверхность жидкости в цистерне горизонтальной. При воздействии на такую систему находящуюся равновесие внешней силы, ускорение, равное изменению количества движения, стенка А из-за инерции частиц жидкости будет действовать на них как сжимающая сила давления. Стенка Б как тянущая сила, и соответствующие им силы, реакции связи жидкости будут направлены в одну сторону к стенке А стрелочки, а под действием которых изменится наклон свободной поверхности. Наступает равновесие между ускорением и силами свободной, ну, поддерживающими свободной поверхности. И сейчас когда исчезает сила результирующая и удерживающий уклон свободную поверхность нечему поддерживать под действием возникшего вот этого радиента давления перепада высот между стенками возникает поток по дну. не в эту сторону от стенки А к стенке Б при столкновении его частиц со стенкой Б потенциальная энергия начинает увеличиваться а кинетическая теряться. Когда достигнет опять равновесие процесс прекращается сил сдерживания не останется и идет обратный процесс повторяется такой процесс перехода энергии с одного с потенциальной в кинетическую и обратно повторяется как это показано на слайде более наглядно и убедительно динамические процессы в системе можно описывать в понятиях источников точек разного знака теория которых разработана профессором Миловичем предложенные силы и внутренние усилия это источники энергии связанные с перемещением отрицательный источник действует как сила которая смещается тянет частицы к поверхности стоп положительный источник действует как сила которая отталкивает частицы от стенки эти источники будут действующими только если существует механизм поддерживающий их работу таких механизмов два первый отражение энергии источника от непроницаемой стенки второй проточный замкнутый механизм поглощения энергии источника другим источником противоположного знака из условия неизменности или постоянства начального объема материи системы следует что реальным может быть не один изолированный источник точка а минимум система из двух источников точек с напряжениями равными по величине но обратными по знаку то есть диполь диполь сообщает среде по оси им вызванного течения совершенно определенное конечное количество движения то есть действует на среду совершенно определенной силой на следующем слайде пример вращательной системы вращением вращательное движение также сопровождается колебательными процессами преобразования энергии внутри системы пара движущихся сосудов жидкостью расположенных противоположных сторон вращающиеся основания отличаются от рассмотренного ранее только тем что траектория движения замкнутая суть процессов не меняется энергия колебаний внутри сосуда будет получена от углового ускорения при начале вращения примеры процессов колебательного преобразования энергии системы при движении возникновение поперечной на слайде запрошено возникновение поперечной циркуляции внутри потока на изгибе мы имеем на внешней стенке изгиба набегающий поток вызывает по такому же принципу повышения давления на внутреннее понижение что видно на этом разрезе из-за ориенца давления возникает поток по дну кинетическая энергия отразившаяся от стенки никуда не теряется она поднимается вверх и вдоль свободной поверхности пока не расходуется поднимается вверх происходит циркуляция в плане это происходит ну винто ну парно с закрученными винтообразной формы черные это те что по дну по дну идет поток а пункти показаны возвращающиеся вверх движения эта энергия по величине равняется кинетической энергии подольного потока энергия поперечной дополнительной энергии поперечной циркуляции нигде не учитывается пример волновое выравнивание давления при обтекании на этом слайде вы можете сами разобраться с вопросом изменения и перемещения энергии как всегда при набегании потока на препятствии на фронтальной стенке возникает повышение давления на тыльное понижение и соответствующий поток обтекания но тут интересно другое здесь еще существует другая волна другое движение по этой стенке так же само существует градиент уже с вот этим с этой поверхности двигается пока не расходуется волна вот здесь вот по пальцу два типа волновых движений здесь энергия волновая тоже никак не используется хотя она равняется ну такая же по величине как и набегающий поток винтовое движение жидкости по прямой круговой трубе движение жидкости в трубе сопровождается появлением винтового вихревого шнура в котором частицы жидкости катятся вращаются в существующих представлениях признается только продольный поток а реально существует еще дополнительный вот этот вихревой катящийся поток который к центру уменьшается здесь они имеют максимальную величину энергии здесь распределение энергии имеется на край современная наука их тоже никак не учитесь заключение понимание физики внутренних процессов энергетики связанных систем открывает новые подходы и перспективы в вопросах вращательных систем вихревых взаимодействий гравитации механика жидкости нуждается в пересмотре основных процессов с волновых позиций таких как процессы истечения формирования потока поведения частиц в вакуумной трубки силы реакции при истечении и другие актуальным является вопрос практического использования энергии колебательных процессов новой техники и технологии и заключение хотел бы выразить цель своего доклада цитатой Миловича профессора Миловича движение частиц жидкости как и всякого материального тела возможно всегда разложить на два основных типа движение сопровождающиеся перемещением центра тяжести частицы в пространстве и вращение частицы как твердое тело вокруг своего центра тяжести остающейся неподвижным в пространстве вихревое движение современная техника умеет оперировать и утилизировать энергию только движения жидкости первого типа энергия второго типа движения жидкости или энергия вихревого движения является энергией сполна теряемой последнее показывает всю важность для инженеров изучения этого типа движений жидкости и влияние их на форму движения всей его массы спасибо за внимание спасибо за внимание